В сегодняшнем выпуске вы побываете в одном из самых сокровенных зданий, в котором Бог встречался с человеком, с Киени и Моисея, а также узнаете принципы того, как жить с Богом. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Добро пожаловать на сегодняшний выпуск «Мы в Израиле». Через минуту я покажу вам полномасштабную реплику с Киени и расскажу о ней, но прежде чем отправиться туда, я хочу сказать о том, как тяжело было попасть в эту Скинию. Мы были посреди пустыни, когда машина моей съемочной группы сломалась. На улице было 40 градусов. Они жарились на солнце посреди пустыни, пытаясь поставить запасное колесо. Мы не могли найти новое колесо, потому что был шаббат. Им пришлось ехать целый час на запасном колесе. Но благодаря Божьей благодати им все-таки удалось добраться до Скинии. Я хочу, чтобы вы знали, поездка в Израиль — это всегда приключение. И хоть Бог находится во всех уголках планеты, каким-то образом мы видим невероятное помазание на Израиле. Он действительно поднят над землей сверхъестественным образом. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня на этом выпуске «Узнавая еврейского Иисуса». Сейчас мы с вами отправимся в Скинию. Я верю, что Бог начнет вливать вещи в ваш дух, которые изменят вас, дадут сил, помогут вам расти в вере и еще больше отныне любить Бога. Давайте отправимся. Шалом, возлюбленные! Я в восторге! Я на юге Израиля, и за мной вы видите полномасштабную копию древнего мешкана или Скинии, построенной по библейским требованиям. Это было здание, которое народ Божий должен был построить согласно тем требованиям, которые Бог дал Моисею, чтобы он мог жить с Израилем. Мы видим, что Бог Отец желает быть рядом со своими людьми. Он сказал, Моисей, я хочу, чтобы ты построил мне этот мешкан, построил эту Скинию, чтобы я жил со своим народом. Мы снова видим, что Отец желает жить с нами, общаться с нами, иметь взаимоотношения с нами. Но мы также видим, что должен быть подход библейский, духовный, который позволит ему приблизиться к нам. Скиния учит нас о вещах, которые должны быть в наших душах, чтобы Господь Иисус мог жить внутри нас. И сейчас мы с вами осмотрим мешкан, библейскую Скинию. Вы увидите стены, длина их 150 футов. Итак, давайте пойдем к нему. Ширина 75 футов, 150 футов в длину, 75 в ширину и 7 в высоту. Они были достаточно высоки для того, чтобы люди, находящиеся снаружи, не могли видеть, что происходит внутри. А стены, те расстояния, что отделяют внешнюю часть от Скинии, создавались для того, чтобы люди понимали, что их грех отделил их от Бога. Иначе говоря, эти стены, 150 футов в длину и 75 футов в ширину, это преграда, которая должна показать нам, что существует разделение, что грех отделил человека от Бога. Но, по Божьей милости, несмотря на то, что грех человека отделил его от Бога, как мы видим на примере стен, Бог дал нам путь. Здесь находится вход. В Библии не дается конкретных данных о входе. Рядом с ним мы сейчас увидим разноцветную ткань, как требует Библия. Синий, фиолетовый и багряный. Мы не знаем, был ли он возле внешнего забора, или был в нескольких футах от него, как мы видим это здесь. Библия не уточняет этот момент. А сейчас мы зайдем в Скинию через единственный вход. Как вы помните, я говорил, что забор простирался вокруг Скинии. 150 футов в длину и 75 футов в ширину. Это был единственный вход. Обратите внимание на то, что вход отмечен чудесной тканью, в отличие от одноцветного забора. Тот факт, что у нас есть лишь один вход, украшенный чудесными цветами. Говорит об Иисусе, который сказал, «Я есть им путь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус также называл Себя дверью и вратами, единственным путем к Отцу. У Скинии есть лишь один вход, и она связана с этим фактом, возлюбленная. А теперь мы войдем во внешний двор Скинии. Во внешнем дворе Скинии было два элемента. Был жертвенник и был медный умывальник, в котором люди омывались. Слово «умываться» произошло именно от этого строения. Это первая вещь, которую видели поклонники. Поклонник приносил с собой жертву. В зависимости от его благосостояния, это мог быть козел, агнец или птица. Но предположим, что поклонник привел с собой агнца или козла в жертву. Он возлагал свои руки на голову животного, которого должны были принести в жертву. На иврите в книге Левит мы видим, что он надавливал на голову животного, символически кладя руки на голову и опираясь на него, как бы перенося свой грех. Когда он надавливал на животное, то передавал свой грех животному. Он делал это примерно так. После этого священник брал животное и связывал его на жертвеннике между четырех рогов и убивал, разбрызгивая вокруг кровь, еще раз показывая нам, что без пролития крови нет прощения грехов. Это одно из главных учений и принципов Слова Божьего. Оно берет свое начало еще во времена Пасхи, когда израилетяне брали кровь агнца и наносили на косяки дверей. И так как их дом был покрыт кровью, суд прошел мимо них. Ту же истину мы видим и на Йом-Кипур, день искупления. Первый священник нес кровь агнца или козла в святое святых, которое я покажу вам буквально через одну минуту. И в Торе, в еврейской Библии, мы видим, что Бог дарует прощение, когда вместо виновного дается невиновная жизнь. В Торе это была смерть невинных животных. Но потом Иисус принес жертву за всех, сказав, «Я тот, на кого указывали жертвоприношения этих животных». Иисус был распят, Его кровь была пролита, и больше нет нужды в жертвах животных. Давайте продолжим. Именно здесь священники разбирались с грехом. Люди приводили животных, их убивали, проливали их кровь. Это был символ того, что за грех заплачено жизнью. Библия говорит, что жизнь — тело в крови. Господь говорил, что ее нужно приносить на жертвенник, дабы искупить душу. Это книга Левит, 17 глава, 11 стих. Обратите внимание на то, что мы не находимся в самой Скинии. Мы во внешнем дворе. Мы еще не зашли в Скинию. Мы снаружи. Здесь находятся два элемента — жертвенник и медный умывальник, который говорит об очищении. Каждый день священник приходил к медному умывальнику. Он был создан из зеркал женщин, которые служили вне Скинии. Как об этом говорится в книге Исход, 38 главе. Представьте себе, что вы в пустыне. На небе не туча, солнце палит, и каждый день священникам приходилось приходить к нему. Как вы думаете, что они видели, когда смотрели в этот умывальник? Они видели свое отражение. Вот почему его сделали из зеркал женщин, которые служили вне Скинии. Это важный духовный принцип. Суть в том, что Господь очищал священника. Это делалось через воду в умывальнике. Но тайна этого умывальника состояла в том, что когда они смотрели в воду, то видели свое отражение. А вот почему Господь конкретно сказал, что этот умывальник должен быть сделан из меди, использованной для зеркал. Зеркала используются для того, чтобы показать нам наше отражение. И Господь учит нас, что если мы хотим очиститься от греха, то должны посмотреть на себя. И когда мы смотрим на себя в свете Его Слова, в свете Его Духа Святого, когда мы принимаем обличение Святого Духа, мы очищаемся от греха. Ведь если мы исповедуем свой грех, то он верен и праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправды. Очищение приходит, когда Господь открывает нам Себя Духом. И когда мы соглашаемся с Ним, то мы омываемся от греха. Вот что на самом деле символизирует этот медный умывальник на более глубоком уровне. Опять же, на поверхностном уровне они умывались водой, смывали песок и грязь. Но на более глубоком уровне это пророческий символ, который показывает нам, что для того, чтобы очиститься от грехов, мы должны посмотреть на себя и согласиться с тем, что говорит Слово Божие, потому что Он верен и правильен, чтобы простить нас и очистить от всякой неправды. Так происходит, когда мы принимаем то, что Он показывает нам. Как видите, я в Израиле. За мной западная стена. Ранее я делился благою вестью о Мессии Иешуа с пятьюстами неверующими, русскими евреями. И треть из них приняли Господа. Возлюбленные, благодаря вашей поддержке мы ездим в Израиль и по всему миру, проповедуя радостную новость о Мессии Иешуа. Библия говорит, что Иисус вернется, когда Евангелие будет проповедано всему миру. Вы сотрудничаете с Господом, посылая евангелистов вроде меня. Вы ускоряете день возвращения Господа. Возлюбленные. Это важное служение. И вы являетесь его частью. Без вашей любви, молитв и финансов. Множество людей в мире, и особенно здесь, в Израиле, никогда бы не спаслись. Я хочу поблагодарить вас за поддержку. Я хочу, чтобы вы знали, каждая душа, которая приходит к Господу, приходит благодаря вашей любви, молитве и финансовой поддержке. Вы получите награду за всех тех, кто спасся. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. И говорю вам из Иерусалима шалом и шалом. А теперь мы с вами зайдем вовнутрь Скинии. Мы внутри Скинии. В Святом. Обратите внимание на то, что стены покрыты чистым золотом. Обратите также внимание на чудесную ткань надо мной и на прекрасный символизм. Внутри Святого мы видим золотую минору, стол для хлебов и жертвенник для курений. Сзади вы видите завесу. За этой завесой находится Святое Святых, где стоял Ковчег Завета. Я начну с того, что подойду к золотому подсвечнику или миноре. Это один из главных официальных символов иудаизма. Его можно найти на множестве еврейских выставок. Это минора. Минора отличается от привычной миноры на девять свечей. Все потому, что минора на девять свечей — это минора для Хануки. А минора в Скинии, в Мешкане, имела семь ответвлений, а не девять, как у миноры на Хануку. Это очень важно. Эта золотая минора была сделана из цельного куска золота. Иначе говоря, эти ответвления, которые вы видите, не были прикреплены позже. Они были отлиты из одного цельного куска золота. Они взяли один кусок золота и превратили его в минору. Это не отдельные части, а один кусок, который превратили в семь отдельных лампадок. Обратите внимание, что наверху у них есть место для масла. В Откровении 1 главе, когда Иоанн оказывается перед Господом, он слышит голос Божий, который говорит «От того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». У него семь лампадок. «Возлюбленные, свет миноры представляет Духа Святого». Вы не могли ничего увидеть здесь, потому что тут царила полная темнота. Посмотрите, сколько у нас лампадок. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Единственный свет, который горел здесь, это свет от золотого подсвечника. Мы в святом месте. Здесь мы можем принимать Божьи слова. Это место Откровения. Суть в том, что мы не можем понять Божий разум, полагаясь на обычное солнце. Оно снаружи. Я имею в виду солнце, которое светит на растения, животных и землю. Часто мы не можем получить глубокие откровения благодаря обычному натуральному свету. Чтобы принять Божьи мысли, мы должны быть способны принять их через свет Духа Божьего. Внутри святого места нет естественного света. Единственный источник света — это золотая минора, которая представляет свет Духа Святого. Давид сказал «В твоем свете жизнь». Есть различные виды света в мире. Даже дьявол может являться в виде ангела света. Но когда у нас есть Божий свет, то мы можем принимать мысли Божии и постигать глубину Духа. Свет минора освещал другие предметы в святом месте. Сейчас я покажу вам стол хлеба в приношении. Обратите внимание на то, что на каждой стороне находятся по шесть хлебов. Эти двенадцать хлебов представляют двенадцать колен Израиля. Их также называли хлебами присутствия. Тора говорит нам, что Божьи очи постоянно смотрели на них. Опять же, они представляют собой колено Израиля. Это говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, Господь говорит, «Мое око постоянно следит за моими детьми». Священники ели хлебы в субботу, а затем меняли их. Это хлебоприсутствие, божественного пребывания. Мы поглощаем Божие пребывание, живем благодаря Ему. Только Бог наш источник. Это хлебоприсутствие. Всего их двенадцать. Они представляют собой двенадцать колен Израиля. На шаббат священники ели их, а потом заменяли новыми. Они ели хлебопребывание. Господь говорит, «Я ваш источник». Иисус сказал об этом, когда проходил искушение от дьявола в пустыне. Не хлебом одним будет жить человек. Он цитировал второзаконие, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Это хлебоприсутствие. Бог всегда смотрит на свой народ, потому что любит нас. Он наш источник жизни, наше пребывание. Давайте теперь перейдем к жертвеннику для курений. Жертвенник для курений — это место, где постоянно горели особые курения, которые дал Господь. Это не были любые курения. Это была определенная смесь, о которой говорит Софторе. Курения горели постоянно. Библия говорит нам в Откровении 5 главе, 8 стихе, что курения представляют молитвы Божьих детей, молитвы святых. А так как здесь не было ветра, дым от курений поднимался вверх. И это говорит о том, что наши молитвы поднимаются прямо к Богу. Иногда, когда люди молятся, то выглядит так, словно они молятся, но на самом деле они не молятся в правильном смысле, потому что они молятся для того, чтобы впечатлить других, или для того, чтобы повлиять на других. В таком случае их молитвы поднимаются не вверх, а расходятся в стороны. Возможно, они стоят и выглядят набожно, но в сердце они просто хотят хорошо выглядеть перед людьми, которые слушают их. Это не молитва, которая поднимается вверх, но молитвы, которые действительно угодны Богу, поднимаются вверх, как дым от курений, в Скинии поднимался к Господу. В Святом у нас есть три главных предмета. Это золотая минора, стол с хлебами и жертвенник для курения. На следующей неделе я продолжу и расскажу вам об одеждах первосвященника, а после этого мы уже зайдем за завесу. Посетим Святое Святых. Сегодня мы узнали много нового, но я хочу, чтобы вы поняли вот что. Господь сказал Израилю построить мешкан, скинию, чтобы жить со своим народом. Он желает быть рядом с нами. Он желает быть рядом с вами. А для того, чтобы жить с нами так близко, как он того хочет, наша жизнь, наша душа должна быть в порядке. Именно об этом нас и учат все эти вещи. Это пример того, как ходить в близких взаимоотношениях с Богом. Я молюсь о том, чтобы сегодня вы поняли, что нам нужно полагаться на свет Духа Святого. Мы должны быть уверены в том, что Бог любит нас и желает быть с нами. А для этого мы должны пропитывать свою жизнь молитвой. Молитва — это связь с Богом, разговор с Богом. И мы можем постоянно помнить о его пребывании с нами. Я люблю вас. С вами был Равин Шнайдер. Шалом вам из Южного Израиля, из Копии, из Кении. Смотрите нас на следующей неделе в новом выпуске «Узнавая еврейского Иисуса». Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро, и если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цель. Я люблю вас, спасибо вам. И если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. «Строю» 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 Hood, «Строю» «Строю» «Жу-сятphere» «Строю» 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 И числа, 6 главе, с 22 стиха. Господь сказал Моисею следующее. «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Яхва и сохранит тебя. Да презрит на тебя Яхва светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Яхва лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». «Я хочу высвободить это благословение в вашу жизнь прямо сейчас». Библия говорит, что вы были привиты к Израилю. Поднимите свои руки, веря со мной, чтобы принять благословение Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Бог Отец постоянно обращается к вам, своим Духом, во имя Иешуа Мессии. Он любит вас и всегда будет любить. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса. Я тоже люблю вас. Шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в Мое сердце и поселись в Нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. На следующей неделе Равин Шнайдер отправится в Святое Святых, где обитало Божие пребывание на земле, а также расскажет вам о том, как Бог приготовил для вас путь, чтобы входить к Нему.